Сразу оговорюсь, байдарка покупалась не для гладкой воды, использовать ее предполагается на Урале и в Карелии, то есть на реках с порогами, возможно еще на Кавказе. Сейчас стоит задача проверить ходовые качества лодки и ее удобство. Байдарка упакована в стандартный тентриаловский мешок, лодка довольно объемная, занимает три четверти мешка, компактнее упаковать ее не получается. Для любителей точных цифр сейчас мы все это взвесим. Лодка весит 14 килограмм 700 грамм, сиденье со спинкой 600 грамм, и того общий вес лодки в сборе 15 килограмм 900 грамм. Лодка покупалась для Карелии, Урала, Кавказа, то есть не для ровной воды, не для той, которую мы сейчас ее тестируем, поэтому был сделан самоотлив. Самоотлив, между прочим, не очень-то хороший, как оказалось. Сейчас покажу. Баллон плотно соприкасается с дном, то есть вода будет уходить очень медленно. Свободно она может вытекать только вот в этих местах, спереди и сзади. Поэтому, если будет очень сильно заливать, придется сюда какие-нибудь шишки, палки, камни вставлять. Вот этот клапан находится в грузовом отсеке, за спиной матроса. То есть, чтобы подкачать дно, придется разгружать лодку. Почему нельзя было сдвинуть его под ноги капитану или под ноги матросу? То есть туда, где гарантированно не будет груза. Теперь про сидение. Стропа очень короткая. Если я захочу сдвинуть спинку немного назад, стропы не хватит. Жалко было по 10 сантиметров с каждой стороны добавить. Само сидение можно сдвигать на 5 сантиметров назад или вперед. Мало. Хочется более широкого диапазона регулировок. Тут еще шедевр вот эти тряпичные ручки. Ведь были нормальные ручки у тайм-триала. На щекаре у меня или на аккорде, например. Байдарка тяжелая. При переноске ручки превратятся в ниточки. Будут резать руки. Вот то, что бросилось в глаза при первом знакомстве с варваром. Теперь протестируем ходовые качества. Поехали. Хорошо, она легко идет. Немножко ее, конечно, подкручивает, но не критично. Приходится подправлять курс. Она достаточно узкая. Грести удобно. За борта не цепляешься. И так довольно шустро бежит лодочка. Тут течение. Выйдем на плес. Надо померить скорость. Сидушки удобные. Сидушки удобные, только скользкие. Ну, вот тут вот при небольшом течении уже почти 7 километров. 6,6. Ну, 6,5, грубо говоря. Дошли до плеса. Течения нет здесь. Ветер попутный. Где-то 3-4 метра в секунду. Пробуем разогнать в одно весло. Сейчас уже минуту где-то я гребу один. Скорость 5,9. Почти 6 километров. Разогнались. Более-менее. Ну, ты не упирайся так, потихонечку. Нам надо среднюю скорость померить. Ну, как бы. Крейсерскую. Крейсерскую скорость меряем. 7 километров ровно. Ну, вообще, я вот попробовал на течении. Лодка достаточно послушная. Слушается управляющих грибков хорошо. Так что, учитесь грести. Тогда вам не понадобятся всякие плавники, стабилизаторы. Лодка устойчивая. Так что, вывешиваться тоже бояться не надо. Достаточно хорошо так. Можно зацепиться. Ну, конечно, надо на более-менее бурной воде пробовать. Такие моменты. Гладкая вода не показатель. Еще такой момент. У матроса места много. А у капитана мало. Нужно продумать и оптимизировать загрузку. Мыслю так. Здесь не нужны такие большие гермы. Нужно вперед конусную герму литров на 40. Назад такую же литров на 80. В центр в половину меньше этой. Чтобы можно было нормально распереться. Можно, конечно, навязать сарай. Положить большую герму поперек. Но тогда центр тяжести будет высоко. Не люблю. В целом, лодка не обманула ожиданий. И не преподнесла сюрпризов. Все достаточно предсказуемо. Вполне добротная надувнушка. Остался неясным один момент. Как будет работать самоотлив. Нужно будет ехать на Нелецкий порог. Проверять в боевых условиях. КОНЕЦ